Вопрос такой, кого вы никогда не возьмете в ученики, даже за двойную плату? Какая черта вы наставника или поступок не позволяет вам учиться для этого человека, несмотря на его имя и достижения? И внимание обратите, да? Кого вы никогда не возьмете в ученики, даже за двойную плату? Следующий вопрос, вы никогда не будут разочаровались в наставнике? Иногда говорят, что у этих настоящих наставников низкая самооценка, и они стесняются себя продавать или не умеют. Но мне кажется, что не все так просто. Как вы думаете, что за принцип или закон жизни действует в этом случае? Следующий вопрос, что в первую очередь должен уметь профессионал, чтобы продавать свои мастерства и способности учить? Какие три базовые установки должен в себе сформировать будущий наставник, чтобы смело заявить о себе на рынке? И какие три навыка успешного продавца необходимы ему, чтобы уверенно продавать себя? Здравствуйте, дорогие друзья! Поприветствую вас из города Джалалабада. Хочу отвечать на несколько вопросов, которые к нам пришли по наставничеству и так далее. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику. Кто нуждается этим ответом, с удовольствием мы готовы отвечать на ваши вопросы. Под рубрикой есть график нашей тренинги и где адреса, где можно купить наши книги. Дорогие мои, в комментариях пишите свои добрые пожелания, добрые мысли и так далее, то, что полезно кому-то. Вопрос такой, кого вы никогда не возьмете в ученики, даже за двойную плату? Какая черта вы наставники или поступок не позволяет вам учиться в этого человека, несмотря на его имя и достижения? И внимание обратите, да? Кого вы никогда не возьмете в ученики, даже за двойную плату? Знаете, есть такой великий персидский поэт Хофиз. Он говорит, что Хофизо, но косону торбят кардан, шикасты давлатас. То есть, вы понимаете, это что говорит? Есть такая категория людей, у которых нет цели благородного, у них нет ценности благородного. Но они всегда хотят, чтобы просто доказать миру, что они сильнее, они лучше и так далее. Весокомерного человека не хочу обучать. Человека, который эти знания использует на вред, общество не хочу обучать. Например, я обучаю ему делать бизнес, он пойдет, продает всякие алкоголи и так далее. Он продает всякие эти там... Я таких не хочу учить. Это не мое. Я не могу это делать никогда. Я не буду стать причиной того, чтобы что-то развивалось, то, что принесет в жизни других людей страдания и боль. Вот какого ученика я не хочу учить никогда. И не буду брать даже хоть миллион долларов, если он мне не даст, я все равно это мне не нужен. Не то, что двойная оплата. Какая черта в наставнике или поступок не позволяет вам учиться в этого человека, несмотря на его имя и достижения? То есть, имеется в виду, что я вижу человека как наставник, но я не буду у него учиться, если у него какой-то черта или чего-то, который мне не по душе. Вопрос я так понял. Вы знаете, если я вижу, что человек, он мне, понимаете, человеку есть достижения, у него есть какие-то хорошие достижения, хороший успех и так далее, но его ценности не похожи, не совпадают с теми ценностями, которые я мечтаю. Поэтому я буду брать от него то, что мне помогает, и все. Я не буду стараться быть его личным учеником, но я буду просто брать то, что мне помогает. Если его ценности не ближе к мне, например, таких людей очень много, он в чем-то успешный, но у него семья нету, в чем-то успешный, у него духовности нету, он в чем-то успешный, а другие параметры жизни конкретно у него хромают. А это мои ценности не похожи на это, поэтому я не могу. Да, я беру у него то, что вижу, как он это делает, я постараюсь посмотреть, как он это сделает, а если это подходит мне, я это применяю. А так я не стану учеником такого человека, потому что он не является тем, кем я мечтаю стать. Вот так. Следующий вопрос. Вы когда-нибудь разочаровались в наставнике? Подводили ли кто-то из них вас? Как вам удавалось сохранить уважение и благодарность к этому человеку, несмотря на его промах? Что вы посоветовали делать тем людям, кто проходит через кризис в своих отношениях к ученикам-наставникам? У меня, чтобы разочароваться в наставнике, не было. Но были случаи, я скажу, как есть. Я 7 лет преподавал по степени Нарбекова, я читал его себе наставником, я учился у него, я был один из лучших преподавателей. Не могу сказать, что он индивидуально обучал меня. Нет, общий он обучал, как всех, и я тоже учился, как рядом со всеми преподавателями и так далее. Но когда я потом Роберта Флетчера привез в Среднюю Азию, в 2007 году я задумался, думал, создам такой тренинговую индустрию. Плошадка, где я хочу пригласить разных гуру, разных тренеров, чтобы они могли обучать народ и донести до людей какие-то ценности, хорошие ценности. У меня была идея в этом. А потом, когда я начал пригласить, я думал, вот приглашу разных тренеров, чтобы помочь народу, чтобы учились. И когда я начал так делать, я начал пригласить Роберта Флетчера, потом думал, Бодду Шейфера приглашу, потом Брайан Трейсер приглашу, Нарбекова приглашу и так далее. Я думал, приглашу, чтобы просто была площадка, где они могут обучать бизнес, личность, рост, народ. У меня идея была такая, это же вроде бы благородная идея. Но когда Роберта Флетчера пригласили сюда, он продвигал инвестиционные программы. То есть он обучал бизнес о деньгах и параллельно продвигал инвестиционные программы, а люди вкладывали в него деньги. Я не могу сказать, что он был плохим человеком или хорошим человеком. Я у него кое-что учился. Как вот в деньгах я у него кое-что учился, правда. Правда, его знания мне потом помогли. Но он меня загнал куча в долгах и куча страданий, проблемах, но его знания потом мне помогли. И правда, это на самом деле так. Его знания мне помогли, чтобы я практиковал, использовал и так далее, и построил бизнес. Несколько его формул мне помогли. Несколько из его формул. Вот тогда у меня было разочарование такое. У меня было разочарование на Роберта Флетчера, что он за моей спиной покупал моего администратора и моего бухгалтера. Я не знал об этом, он платил им зарплату. И они звонили народу и предлагали его инвестиционные программы и так далее. И итоги потом, когда он банкротствовал, люди все побежали ко мне, чтобы я деньги вернул. Был такой момент, я думал, как это так. Я его читал себе наставником, он так поступил. Потом у меня было же... Вот когда я Роберта Флетчера провелся тогда, и тогда вся школа Мерзакамстана Кужина-Арбекова, все администрации, все от меня отвернулись. И не могу понять, почему. Я дважды приехал к ним, к Мерзакамстану Кужина-Арбекова, тоже посоветоваться приехал. И он поддерживал меня, правда он сам, но его... Он мне сказал, если вот ребята тебе поддерживать, я с тобой. Если они не поддерживают, тогда значит ты не мог их убедить. А ребята, это все тренера, они... И все, да, мы не будем работать, нам это не надо, мы с тобой не хотим иметь дела и так далее. Я тогда предлагал им со мной работать, привезти тренинг на мои площадки и так далее. Они отказали от этого. Потом я сидел и думал, интересно, пока я работал с ними, продвигал их на систему, и я был им нужным, якобы был хорошим человеком, теперь я плохой. Я думаю, что просто сейчас думаю, да, в тот момент я не понимал, а сейчас думаю, они просто боялись, они просто боялись, что я связал свое имя с Робертом Флайчером, а у него был очень черный пиар, у него было интернета много плохого написано про него и так далее. И потом я в долгах попал. Скорее всего, просто институт Нарбекова, они не хотели, чтобы люди ассоциировали меня с ними. Вот это был. Я тогда действительно немножко задумался, интересно, с чем это связано. Если я ошибаюсь, я читаю так, наставник, это мое понимание, конечно, может быть, я ошибаюсь. Я читаю так, что если ученик ошибается, в трудный минут нужен наставник, чтобы его посоветовали, направляли его, поддерживали его. А этот момент они меня за двером оставили. У меня был такой случай, я это пережил, я сидел, думал, значит так. Но у меня в душе очень глубокая любви к ним. Вот вы пишите, что, как вам удавалось сохранить уважение и благодарность к этому человеку, несмотря на его промах? Понимаете, я через некоторое время, я осознал через некоторое время, я начал по-прежнему уважать, ценить их по-прежнему. И Роберта Флайчера уважаю, как бы ни было, я с чему-то у него учился. Хоть он принес в моей жизни очень много беда, очень много боль, очень много унижений принес в моей жизни, но, может быть, и для этого он был направлен Богом ко мне. Может быть, Господь выбрал его, откуда меня знат-то. Может быть, Аллах выбрал, через кого-то же он должен меня воспитать, через кого-то же он должен меня обучать. Может быть, Аллах выбрал его, поэтому через эту боль меня пропустил. Поэтому у меня вообще в душе нет претензий к нему. Как бы ни было, как бы сложно ни было, Я осознал, что иногда учеба проходит не так, как тебе кажется. Иногда проходят жизненные уроки не так, как ты думаешь. То же самое с Нарбековым. То же самое с Мирзакрымсаном Нарбековым. Я очень глубоко уважаю, очень глубоко сынюю. Пару раз попытался поехать к нему, сидеть пообщаться. Одно раз звонили ему сыну. Он оказалось, что нет необходимости. Потом не поехал. Думал, значит, когда-нибудь, когда наступит момент, тогда и этот. Встречу и так далее. Вот такая картина. Поэтому я осознаю, что все то, что в моей жизни происходит, в нем, если успех есть, это причина тоже, что-то делал я. А если проигрыш, то тоже делал я. Если страдаю, то в этом причине тоже. То есть все зависит от тебя самого. И поэтому я сейчас очень благодарен им. Сейчас очень, очень благодарен, как бы ни было. Потому что в свое время именно с теми Мирзакрымсаном Нарбековым стал причиной, что я стал тренером. Вот за что я благодарен. А на том этапе моей развития жизни эта система мне помогла. Сейчас мне другие вещи помогают. На каждом этапе жизни, наверное, это так. Что вы растете, потом другой наставник помогает вам. Вы растете, потом другой школа помогает вам. Наверное, так. А что вы посоветуете делать тем людям, кто приходит через кризис в своих отношениях, ученик и наставник? Что я рекомендую и что посоветую людям, которые попадают в этот кризис? Я рекомендую, что набрать терпение и к этому вернуться попозже. Как в моем случае. Я, например, открытие попозже. Начинаешь понимать, что некоторых этих людей Всевышний выбрал для того, чтобы тебе донесли таким путем. Такие уроки, которые ты по-другому не понял бы. Видите, я все равно очень благодарен всем своим учителям. У меня только при тирании, например, были только с этого двоих. Хотя у меня столько наставников. У многих людей учился. У Бодо Шейфера, Ричарда Брэнсона и других-других. Но только здесь было немножко что при тирании. А с другим-то этого не было. Вот. Поэтому я рекомендую терпение. Набрать терпение. Терпение, оно всегда окупается. Терпение. Даже если вы сами станете наставником для других людей, быстрые выводы не делайте. Наберите терпение. Пройдет через некоторое время. Вы осознаете. Ваш ученик осознает. И даже ваши наставники осознают. Потому что они тоже люди. Понимаете? Все люди ошибаются. Мы все ошибаемся. Следующий вопрос. Уважаемый господин Довлатов. Я очень уважаю настоящих наставников. Но я заметил, что нередко-то, кто действительно является наставником, по определенному определению, обычно прячется от толпы. Те люди, кто носит в себе сокровища, не стремятся делиться ими направо-налево. Порой их одно слово может изменить судьбу, в то время как распиаренный гуру даже не в состоянии понять его значение. Иногда говорят, что у этих настоящих наставников низкая самооценка, и они стесняются себя продавать или не умеют. Но мне кажется, что не все так просто. Как вы думаете, что за принцип или закон жизни действует в этом случае? Вы знаете, если вы знаете много, но эти знания останутся у вас, вы унесете их с собой в могилю, каково только от того, что вы много знаете. Вот сами задумайтесь. Представьте, что вы очень много знаете. Ваше одно слово мог бы влиять, изменить судьбу другого человека. И вы об этом не стараетесь. Ради какой-то своей неуверенности, сомнений и так далее. Если этот человек, этот наставник себе не уверен, у него комплекс неполноценностей, да как можно он вдохновит другого? Хотя даже у него, если сокровище есть. Сами подумайте об этом. Поэтому я мыслю так. Даже тот, который, мы говорим, что распиаренный, может быть он не так много эффективнее, может быть он даже мало эффективнее, но он на правильном пути. Хоть мало знает, но много делает. Хоть немножко умеет, но постарается его донести. Поэтому если удастся, любому человеку, я рекомендую, что если удастся тебе что-то хорошее узнавать в жизни, если хорошее что-то умеешь делать в жизни, да обязательно донеси до других этого. Обязательно расскажите другим об этом. Обязательно сделайте этого. Это важно. Дорогие мои, это важно. Потому что ты не знаешь, а вдруг умер, а вдруг уйдешь от жизни, а все знание уйдет с тобой в могиле. Поэтому надо писать много книги, таких людей, которые, например, не очень, скажем, откровенны, или не очень уверены в себе, и им тяжело выступать пред народом, и так далее. Я рекомендую, пусть пишут книги, пусть пишут книги, по крайней мере, как минимум, чтобы это сокровище поделиться, чтобы эти знаниями поделиться, нельзя их унести с собой, потому что жизнь коротка, и не надо их унести с собой. Кто знает, когда умерешь? Поэтому, как минимум, хотя бы надо принести на книгу. А те, которые, например, мало знают, и многим людям говорят, и расприарены, я считаю, что они правильно делают. Возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что правильно делают они. Хоть немножко знают, но делятся зато. Зато от них есть какая-то польза, какая-то толку есть. Вот. Следующий вопрос. Что, в первую очередь, должен уметь профессионал, чтобы продавать свои мастерства и способности учить? Какие три базовые установки должен в себе сформировать будущий наставник, чтобы смело заявить о себе на рынке? И какие три навыка успешного продавца необходимы ему, чтобы уверенно продавать себя? Вот. Очень хорошо. Сейчас очень много инфобизнес, очень много людей от инфобизнеса приходят к наставничеству и так далее. Давайте по чагу пойдем. Здесь три вопроса. Что вы, в первую очередь, должен уметь профессионал, чтобы продавать свое мастерство и способность учиться? Понимаете, источник пока сама себе наполняется, не наполняется, вода не начнет разливаться вокруг него. Я вырос в горах. В горах издалека видно источника. Понимаете, издалека мы видим вон там источник, потому что там вокруг зеленый. Даже издалека видно. То же самое у черного человека, умного наставника, умного, мудрого человека, даже его слух, понимаете, его имя на слуху, вы здесь слышишь про его результаты, слышишь издалека даже про его, понимаете, достижения и так далее. Поэтому самим первым, прежде чем кого-то обучать, я рекомендую этому человеку создать себя. Себя надо создавать. Стань лучшим для кого-то, чем быть средним для всех. Стать самим лучшим в своем области. Лучшим врачом, лучшим инженером, лучшим, там не знаю, архитектором, лучшим дизайнером, лучшим. Лучшим, чтобы что было у тебя поделиться. Самый первый шаг, сначала в этом стать мастером. Стать, не то, что год поработали или два. Я убежден, что мастерство после 15 лет работы появляется. От 15 до 25 лет. Работа в одном сфере, только тогда можно стать мастером. А если человек работает 3 года, он только начнет понимать, как это работает. 7 лет, он станет специалистом. 15 лет, профессионалом. А до 25, вот так, вот он станет мастером. Мастер, это тот, который видит, как, глубину видит, он видит, как должно быть дальше. Я 21 год, тренер, только-только начинай почувствовать, как лучше можно было. Понимаете? Последние пятилетия только начинай лучше, лучше, лучше проявлять себя. Понимаете, это вижу постоянно. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что за один день он стал мастером, просто смешно становится. Правда, это невозможно. В любом сфере, посмотрите, что учится чемпионом спорта, 10-15 лет надо тренироваться, нормальный мировой чемпионом стать. Какие три базовые установки должны в себе сформировать будущий наставник, чтобы смело заявить о себе на рынке? Он должен практиковать всему, что он учит. Он должен и теорию, и практику сочинять, сочетание практики и теории, он должен знать. Одну теорию, это маловато. Или одну практику, тоже маловато. Один без другого не существует. Есть знания для дела, есть дело для знаний. Есть иногда вещи, которые надо учиться, чтобы научиться, как это делать. Но есть знания, которые, понимаете, есть дело, то есть есть знания, которые ты учишься, потом поймешь и делаешь. Если ты не учился бы, ты не делал бы. Например, надо учиться, чтобы быть врачом. Понимаете? Вот надо учиться, чтобы стать летчиком и так далее. А теперь есть дело для знаний. Пока ты не делаешь, не поймешь. Пока ты не делаешь, ты глубине не узнаешь. Например, с хирургической дела. Сколько бы теоретически хирург не учился, он никогда не поймет. Пока хоть разу, не начинай делать этого. Понимаете? Вот здесь очень важнейший момент. какие три базовые установки должен в себе сформировать будущий наставник чтобы смело заявить о себе на рынке методика первый что у него должно быть методика то есть у него должно быть методика первое второе у него должны быть навыки которые с сочетались теории практика и 3 у него должно быть результат у него должно быть однозначно результат вот это три вещи у его с лист он должен заявить о себе в мире он должен говорить о себе обязательно порядке он должен свою методику доля делать публичным чтобы нуждающие люди которые нуждаются этим знаниями этой методика могли использоваться на благо как и 3 навык у успешного продавца необходимо ему чтобы уверен и продавать себя навыки вот посмотрите какие навыки продавца вам о нужен он должен уметь презентовать себя он даже умеет говорить о своем продукции с восторгом и восхищением и он сам должен верить свою продукцию он сам должен восхищаться свою продукцию свою методику он кто больше всех должен верить в его методику он сам вот только тогда его методика на самом деле будут полезными принесут польза и люди которые будут практиковать используем методику они будут восторге дорогие друзья ставьте лайк под на это рубрика рекомендуйте своим знакомым друзьям наш канал пишите в комментариях свои добрые мнения или ваши опыт ваши случаи как виде примере как было у вас и так далее но не критикуйте друг друга не сорте между собой только обогащайте знаниями друг друга вот что больше всего мы должны делать с вами ставьте лайк рекомендуйте своим друзьям своим знакомым наше канал к вашим услугам своим родам латов очень рад служить а